Близ деревни Хомутовка в эти дни слышна стрельба. Здесь, на тренировочной базе, начались военные сборы снайперов. Как выяснил наш корреспондент Никита Сучков, для этих бойцов важно не только метко стрелять, но и грамотно прятаться. Стрельба по мишеням с расстояния 150 метров. 6 из 10 выстрелов в десятку, результаты ниже 9, большая редкость. В минус 30 градусов на улице тренируются снайперы. И хотя бойцы одеты тепло, морозы им все-таки доставляют проблемы. Полет пули уже другой идет. То есть она, в смысле, при первом выстреле, при холмом стволе, она уходит ниже. То есть прицел уже берешь другой. Приходится делать поправки. Соответственно, поправки, вводишь свои поправки, то есть чуть выше. Стрельба по мишеням с близкого расстояния, практически лицом к лицу с условным противником. Это упражнение на тренировках ввели специально. В прошлом году в таких условиях уральские снайперы ввели перестрелку с чеченскими террористами. Больше половины участников сборов регулярно бывают в горячих точках. Поэтому и сейчас закрывают лица, чтобы потенциальный противник не узнал. В территории Северного Кавказа снайперы выполняют задачи по устранению главарей бандформирований. Также прикрывая группу снайперским огнем, они уничтожают гранатометчиков, пулеметчиков. Снайпер должен не только метко стрелять, но и правильно прятаться. Важная часть подготовки – маскировка и организация укрытия. В игре «в прятки» снайперам нет равных. Это место укрытия на сленге снайперов, так называемая «лёшка». Военный забирается под плащ-палатку, который предварительно натягивается. Затем к нему подходит наблюдатель, который забрасывает это место снегом. И всё, снайпера теперь вряд ли кто увидит. Снайперы отрабатывают навыки в сумерках и даже в темноте. Чтобы ничего не мешало подготовке, для них создают особые условия. Военнослужащие на сборе не привлекаются к выполнению других обязанностей военной службы, только занимаются практикой. Сборы снайперов проходят два раза в год. Тренировки также состоятся и у других подразделений внутренних войск – пулеметчиков, саперов и химиков-разведчиков. Никита Сушков, Сергей Карелин. События ЛТВ.